Модмейкеры Модмейкеры будут сильно обгонять разработчиков по контенту Потому что сами разработчики Прямо высказали, что они делать ничего не будут Поэтому кратенький обзор Того, что мы получили Значит, первое, насчет модельки Я предполагаю, что это Либо из предыдущих частей армы Либо это для предыдущих частей армы Мод, который Постоянно портировался то во вторую То в третью арму Я, честно сказать, не узнаю, но эксперт пока не спрашивал Второй момент, физика И тут я вставлю момент уже после записи видео Физика у данного вертолета самописная Своя, и она скриптовая И сразу несколько инсайдов Мы спросили бесов по поводу этой физики Физика в движке, которая сейчас осталась Она примитивнее, чем даже в третьей арме А то, что получилось в этом моде Сильно лучше того, что оно должно быть в оригинале Я не скажу, что она плохая Но вы будете к этому привыкать Достаточно долго, если вы привыкли К простой физике вертолетов В предыдущих частях армы Следующий момент по поводу вооружения Здесь по бортам находятся два минигана Можем сразу их попробовать Но немножко все это дело не настроено То есть принцип работы уже есть А вот это все дело не настроено Есть какое-то странное Качение камеры И, опять же, недопиленная Анимация рук Ну, это, в принципе, временно И чтобы сейчас пользовался вертолетом Это никак не мешает А реализовано пассажирское место Пока как-то странно расположена точка Я так понимаю, должна открываться дверь Чтобы воспользоваться сиденьями Но через нее нельзя прожать То есть надо будет искать сначала точку здесь И потом уже пересаживаться по местам Вот интересно будет попробовать С большим количеством игроков Если на этом кто-то вместе будет сидеть Попадут ли остальные на другие места Значит, по внутрянке У нас кокпит У которого не работает ни один прибор Но уже что-то есть Показываю Подсветка кабины Реализована, видимо, каким-то одним источником света Который бьет откуда-то, видимо, из пола Падает на приборку И выглядит так, что Эти зеленые огоньки Как будто бы источник света Хотя, по факту, это просто так Отражение работает Ну, не видно, чтобы они светились Хотя, может быть, я ошибаюсь То есть, если я включу Выключу Включу Видно, что панель сама подсвечивается целиком То есть, скорее всего, отдельный источник света на кнопке Он никак не реализован Далее Выключаем Посадочные огни Прожектора спереди Которые светят нам Под нос Экстерриор лайтс Это Я профан Но назову их габаритами Ну и, собственно, вот Это то, что доступно из Кликабельного кокпита Эти кнопки даже еще никак не расположены Они просто прицеплены к центру Самой панели Мы переносимся в день И обращаем внимание То, что у нас слева Внизу экрана Расположены Кнопки Самого управления вертолета Которых, кстати, в настройках Если мы зайдем в управление Мы не найдем Здесь нет вкладки Вертолета Есть транспорт Но в транспорте их нет И интересно, да Как нам тогда Глушить двигатель Как нам все это останавливаться Непонятно Тогда давайте попробуем Что нам надо будет сделать Чтобы его выключить Я предполагаю Что нам достаточно будет выйти Вот я его запустил Вот я выпрыгнул Все, он остановился То есть пока на данном этапе Ротработки Он не выключается Только с помощью выхода К сожалению Все это управляется Пока телекинезом Нет никакой анимации Ни на педалях Ни на штурвале Это все дело поправимо Нам главное проверить Как же выглядит Настоящая физика Как же она чувствуется Значит У нас есть что WS Это тангаж Вперед-назад QE Рысканье Левый shift control Левый control Регулировать силы двигателя На X выпрыгнуть Управления мышкой Нету Нажимаю shift Взлетаю Вертолет наклоняется Вперед сам Не отпускаю shift Жму S Пожалуйста Кстати Сам штурвал Анимирован То есть вы видите Куда я там Что нажимаю Управление Достаточно специфичное Люди Это управление Те кто проверял Сравнивают его Со сквадом Хотя я не могу Это сделать Я не играл в сквад Ближайшее Что я могу сказать От третьего лица Это мне больше напоминает Управление GTA 4 Но только управление Не физика И не механика полета Сейчас попробуем Небольшой тест провести Значит Попробую просто Постараться Пролететь Пролететь над взлетной Полосой Ровно над ней Посмотреть Насколько Отзывчивый Это все дело Вертолет Да Его очень сильно Бросает Влево Вправо Но Но он достаточно Послушный А кстати Если я коснусь Взлетной полосы Я не взорвусь Представьте себе Я буду катиться При этом Пока я лечу Я не отпускаю Shift никогда Потому что Вертолет Сразу Пытается упасть Это управление Не похоже На усложненное управление Трешки И не похоже На управление Простое В простом управлении Ты жмешь Q И он взлетает Набирает высоту И как бы Ее вообще не теряет Здесь При малейшем Вираже Он начинает Терять высоту То есть Чувствуется Как будто Ему не хватает тяги То есть Мне кстати Это Я не знаю Как это в реальности Мне это гораздо Кажется круче Гораздо реалистичней На мой взгляд Да Что вертолет Как в трешке Не взмывает Высно А километр Когда ты Жмешь ему Тягу На сто процентов Он кажется Тяжелым И неповоротливым Но вот Спустя какое-то Время Я уже Значит Давайте Самое интересное От первого лица Попробуем Приземлиться Где-нибудь На неровности Потому что Неровности В этой игре Для вертолета Это пока что Проблема У вертолета Не реализован Никакой тормоз По крайней мере Может быть Я не знаю Если это кнопка Не нашел Потому что Управления По-прежнему Нету И вертолет Что будет делать Правильно Скатываться Блин Так и хочется Управлять мышкой Уже два раза Альт нажал И все еще Не появилось Ничего А очень хочется Короче Главная проблема Это то что Нельзя Перенастроить управление Теперь Пытаемся Приземлиться Не разбившись Потому что Он всегда Пытается упасть Очень сложно Но от первого лица Я думаю Возможно Так Блять Тихо Это уже ошибочка Ладно Вторая попыточка А еще У него есть Такое Сейчас попробую Объяснить Ощущение Интересное Все ладно Посадка не удалась Показываю Зато как Отстрелили винты Причем Они отстреливаются По физике Разлетаются И лежат Где-то рядом Вот кстати Отличный пример Того как Будет себя вести Вертолет После приземления Он будет кататься Как по маслу Все что мне Это сейчас напоминает Скват Только в скваде Техника Практически Вся Так катается В отличии От нашего Богоподобного Инфьюжена Смотрите Кстати В какой-то причине Сейчас вертолет Травл за собой Приминает Я так понимаю Это Реализация Вихревого потока Воздуха Должна была быть Значит Все что мы поняли Вертолет Лучше взлетать С очень стерильно Ровной поверхности Под 90 градусов Да Так вот О чем я не договорил Вот кстати Я зажал shift Он сразу вперед полетел Сейчас попробую Объяснить Смотрите Я нажимаю А Вот сейчас Его отклоняет И его продолжает Отклонять Поворот вправо И теперь пару раз Влево Выровнял Если я один раз нажму Его будет продолжать Закидывать То есть Надо искать баланс Постоянно Не знаю Насколько это реалистично Пилоты в чате Меня точно поправят Я просто заметил Эту особенность То есть Его надо Всегда ловить То есть Нет этого Железно-дубового управления Как в трешке В двойке И в предыдущих частях армы Это гораздо сложнее От того Что было до этого Но Не так сложно Чтобы вообще Перестать на нем летать Теперь Попробуем все-таки Приземлиться На стерильно ровную Площадь какую-нибудь Найдем Но попробуем От первого лица Потому что вообще Нихера не видать Из кабины Можно переключаться Наверное на первое лицо Потихонечку Потихонечку Даже не жму Контрол Он сам спускается Чуть-чуть Дам ему Да Все-таки Есть какая-то Середина У тангажа Извиняюсь Не тангажа Регулировки силы двигателя Оп То есть Я пару раз нажал И он Обратно К какой-то Своей скорости Спутка вернулся Но по умолчанию Он спускается И тут Я покидаю Борт И он Даже на стерильно Ровной поверхности Сука Куда-то поехал Так что Всем людям Которые будут Использовать его В играх Имейте ввиду Вертолет Видимо используется у вас Один раз Для взлета И больше он не приземляется Один раз он касается земли Чтобы высадить пехоту И это тоже интересно Специфично Надо будет попробовать Может быть опять Малейшие колебания в воздухе Убивают всех на выходе Вот опять взлет Мы держим С И На полной скорости Теряем винты Падаем в воду А в воде что? Правильно Он немного всплывает Потому что блокфор говно А Извините Скорее всего он сейчас утонет Да Воздух последний спустил Я пошел ко дну И вот пожалуйста Вертолет без винтов Полагаю Что уничтожение вертолета Оно еще не доделано Потому что Отсутствует моделька Врека Поврежденной модельки Вертолета Как это обычно Я уничтожаю его Молнией От него остаются Только винты Позырка в игре Никакого нету Это все в задаче модмейкеров И я так понимаю Здесь та же самая механика Уничтожения техники Как и с другой техникой Ванильной Он начинает гореть И пока он Через какое-то время Не догорит Что бы мы с ним Не делали Пока это время Не пройдет Он не уничтожится Давайте немного Подытожим Что у нас получилось Моделька Которая Скорее всего Я все еще предполагаю Портирована Из предыдущих частей Но которая не выбивается Из общего вида Потому что благодаря Отличному движку Графическому движку Инфьюжена С отражениями С материалами И прочим Он выглядит По крайней мере Нормально По крайней мере Он не выбивается Из того списка Доступных техник Которые уже представлены В игре Разработчиками Второй момент Можно ли его использовать На играх Уже в данном этапе Можно его использовать За исключением того Что все-таки Стрельба с него Она специфична Но Тоже можно Потому что Стрельба реализована Ну а чтобы полностью Наслаждаться Полетом Нам не хватает Все еще Рабочих приборов Не хватает В самой игре Настройки управления Под этот Тип транспорта Потому что Нет никакого Воздушного Вертолета Или прочего Управления Настраиваемого Оно есть Только по умолчанию Слева внизу По поводу Физики полета Я считаю Что она прекрасна На том В том виде В котором она может быть Сейчас в этом движке То есть Самое важное Механика полета Физика полета Она реализована И она реализована Уже хорошо Значит Если Откинуть все эти Недоделанные мелочи С отсутствием Анимаций На штурвале На минигане С неанимированными Дверями Пока что Чтобы была удобная Посадка на каждое место Потому что Напоминаю Что в армии Чтобы сесть на определенное место Надо Навести на него Пока это реализовано Вот такой точкой Пока ты не сядешь С края Но опять же Все это работает Так что Пробуйте Качайте Играйте И сейчас Вот этот вот самый Полигон Мадмейкеров Под названием Рефоржер Полигон Бета-тестеров Движка Он сейчас Только набирает Обороты Так что Предлагаю вам Не сильно Переживать Насчет того Что здесь Какой-то слабый онлайн Потому что Онлайн в армии Он всегда был завязан Скажем так В меньшей степени На мультиплеере А так как здесь Отсутствует одиночка Здесь присутствует Только что-то подобие Зевса Где ты можешь Все это побаловаться Испытать Одиночки нету Поэтому и онлайн низкий И люди до сих пор Не понимают Что в этой армии Есть и что в ней Надо делать Поэтому Ждите Обилие Нодов Которые будут Видимо еще В скором времени Открывать другие виды Техники Или вооружения На связи был Собственно с вами Я Гвостович Если вам понравился Данное Данное видео Данная рубрика То Напишите об этом В комментариях Не знаю Может быть это Сильно скучно было Но вот такой Кратенький Обзор На то что Я не мог Никак пропустить Это Действительно Интересно Потому что это Выход Той транспортной Единицы Боевой техники Который в принципе Никак не реализован Был в игре И он Реализовал Спустя два месяца Мадмейкерами Так что С вами Не прощаюсь